Рассказы из русской истории. Колжинского. Санкт-Петербург, 1853 год. Святый Петр и Святый Алексий. Метрополиты московские. После разорения татарского Киев лежал в развалинах. Столица великого князя была перенесена оттуда во Владимиргород на Клязьме. Но митрополиты российские жили в Киеве еще до 1299 года. А в этом году митрополит Максим перенес свою кафедру также во Владимир. За Максимом следовал митрополит Святый Петр, уроженец из Волынской области, где до избрания в этот сан был игуменом одного монастыря. Когда он принял архипастерский жезл, то вся тогдашняя Россия благоговела к его святости и благословляла его добродетели. Но с попущения Божия нашелся один клеветник из духовенства, который не хотел повиноваться ему и злословил святого мужа. Для изобличения клеветника собран был собор из духовенства князей и вельмож. И когда была явно доказана злоба и ложь клеветника, Святый Петр вместо всякого мщения за оскорбление сказал своему врагу следующие слова. «Мирте о Христе чадо, отныне блюдись о лжи, а мимошедшее да отпустите Господь». Вот истинная христианская архипастерская кротость, вот христианское незлобие. Так как в тогдашнее смутное время мало было согласия между удельными князьями и оттого крайне бедствовала Россия под игом татарским, то Святый Петр был миротворцем между враждовавшими князьями, склонял их к примирению и прекращал между ними ссоры. Соболезнуя о горестном состоянии Отечества, он нарочито ездил в Орду к хану Узбеку и ходатайствовал за несчастную свою паству. По его просьбе хан подтвердил права и преимущества русской церкви и русского духовенства, для чего и дал грамоту или ярлык. Достойно замечания, что в этой грамоте вот как отзывается татарин о русской вере. «Кто дерзнет порицать веру русскую, кто обидит церковь, монастырь, часовню, да умрет». Так милосердный Бог по своей премудрости употреблял даже неверные уста для прославления православной веры и церкви. Во время великокняжения Иоанна Даниловича Калиты святый Петр был несколько раз в Москве, полюбил этот город и доброго князя, и потом переселился туда из Владимира, со всем клиром своим, на постоянное жительство. В духе пророчества он говорил Калите, «Если ты успокоишь мою старость и воздвигнешь в Москве храм, достойный Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится, кости мои останутся всем в граде, святители захотят обитать в онном, и руки его взыдут на плеща врагов нашим». Иоанн исполнил желание святого старца, и 4 августа 1326 года заложил в Москве знаменитый Успенский собор. Святый Петр собственными руками устроил себе каменную могилу в стене этого храма и зимою того же года приставился. Пророчество святого мужа исполнилось. Москва сделала столицу всей России, и даже Россия очень долго называлась по своей столице именем Москвы. В Новгороде Великом родилось русское государство, в Киеве крестилось, в Москве выросло и возмужало, а в Петербурге познакомилась с прочими европейскими государствами и заняла между ними принадлежащее себе почетное и важное место. Благословен гряды во имя Господне. Память святителя Петра вместе с памятью двух святых, преемников его Алексея и Ионы, празднует Православная Церковь 5 октября. После святого Петра был митрополитом Феогност, а после Феогноста – святый Алексей. Он был сыном черниговского бояриня Феодора Бяконта, который с женой Марии переселился на жительство из Чернигово-Москву. Здесь Бог послал им сына, у которого крестным отцом был сам великий князь Иоанн Данилович Калита. Будучи воспитан в правилах христианской мудрости, Елеваферий на 19-м году своего возраста оставил мир и под именем Алексий постригся в монашество в Московском Богоявдинском монастыре. После многотрудных подвигов иноческой жизни он за свою святость, мудрость и чистоту был назначен помощником митрополиту Феогносту в управление церковью. Жил в доме Феогноста 12 лет и заведовал всеми церковными делами. Между тем, как митрополит ездил в Царьград, в Орду и в отдаленные российские епархии. В 1352 году святый Алексей посвящен в епископы Владимирские, а вскоре по смерти Феогноста единодушно желанием князей, клира и народа был призван к великому сану митрополита Московского и всей Руси, России. Не искавший чести, но от чести взысканной, святый Алексей был образцом кротости, благочестия и любви к Отечеству. Он своим предстательством два раза спасал Россию от разорений татарских. Случилось однажды, что жена Сарайского хана по имени Тайдула заболела тяжкую болезнью. Перепробовавши без всякой пользы все лекарства, она наконец обратилась за помощью к нашему святому митрополиту. По ее просьбе хан прислал такое письмо к великому князю в Москву. «Мы слышали, что Бог ни в чем не отказывает молитве главного вашего священника Алексея, да и спросит он здравия моей супруги». Святый Алексей поехал в Орду с надеждой на Бога, и там по его молитве ханша Тайдула действительно выздоровела. В это время ханский посол Кашак обременял русское княжество самыми беззаконными налогами. Тайдула в благодарность за свое исцеление упросила хана, и по ее просьбе все эти налоги были прекращены. Когда после того сделался сарайским ханом сын Тайдулы, Бердебек, то сейчас же прислал в Россию своего посла с самыми притеснительными требованиями и угрожал России новым разорением. Святый Алексей опять отправился в Орду, чтобы умилостивить этого жестокого хана. При помощи Тайдулы он выпросил помилования русской земле и русской церкви. Великий князь с семейством духовенства, вельможи и весь московский народ встретили святого митрополита как спасителя своего. Когда по смерти великого князя остался малолетний наследник, Дмитрий Иоаннович, прозванный впоследствии времени Донским, то дядя его, князь Суздальский, хотел было лишить сироту законного наследства, чтобы самому сесть на великокняжеском престоле. Но святый Алексей вступился за правду и вместе с добрыми боярами наставил малолетнего наследника, чтобы он не уступал престолу дяде, но звал бы его в Орду на суд с собою. Среди подвигов святой жизни святитель Алексей мирно представился в 1378 году.